Небольшие фермы и предприятия дают не только стабильное пополнение местного бюджета, но и обеспечивают занятость жителей. В 2016-м были определены виды деятельности, относящиеся к социально значимой категории. Это в частности коммерческие детские сады, образовательные центры, аптеки, медицинские учреждения, маленькие магазины шаговой доступности, а также различный бытовой сервис, ремонт обуви, парикмахерские, химчистки, служба быта. На прошлом заседании комиссия присвоила скидку 11 бизнесменам. Сегодня на повестке еще 13 заявок из Одинцова, Голицына, Усово-Тупика, Больших Везем и Барвихи. Чтобы получить льготы, необходимо соответствовать нескольким критериям. Ферма должна иметь статус субъекта малого и среднего предпринимательства, быть чистой от долгов перед бюджетом, за аренду помещений, перед налоговой, и работать на территории Одинцовского района, здесь быть прописанным, что называется, и платить налоги в казну местного бюджета. В итоге 11 предприятий получили скидку. Среди них парикмахерская, магазин шаговой доступности, швейный ателье, студия быта, аптека, мастерские по ремонту обуви. А вот магазин шаговой доступности «Райпромторг» попал в черный список. Он получил льготу прошлой осенью, но впоследствии начал торговать алкоголем. Наше управление потребительского рынка и услуга оперативно выявило этот инцидент. И сам факт продажи спиртного выделения скидки на аренду помещений этой организации будет отказано. Сегодня мы лишим этот магазин статуса социально значимого субъекта. Так что расслабиться у бизнесменов не получится. Комиссия жестко контролирует деятельность организаций, получивших скидку. Факт обмана выявится сразу. Хочу предупредить всех, чтобы нас не пытались водить за нос и не держали за людей, которые не понимают то, что происходит на территории. Мы очень хорошо все понимаем, видим. И к нам стекаются и жалобы от населения, особенно связанные с алкоголем, да и, собственно, от предпринимателей, которые находятся рядом, но не получают скидку. Иванов дал поручение активнее рассказывать бизнесменам о формах поддержки, существующих в области и районе. Потому что зачастую многие компании работают в социально значимом секторе, но не знают, как получить льготы. Анна Макарова, Станислав Трефонов, телекомпания Одинцова.